Ну, начну с того, что я поклонник Путина в том смысле, что мне очень нравится его точность. И вы знаете, я иногда не разбираюсь, что происходит, но я вижу эмоционально человека, оцениваю. То есть, вот мы артисты, мы шуты там, да, вот мы шутим, мы там смеемся, развлекаем народ там и так далее. Вот, политики должны быть на своем месте, политики не должны смешить, развлекать народ, они должны действовать. И вот мне нравится, когда я вижу Владимира Владимировича, мне кажется, человек точно на своем месте. То есть, это человек, который на своем месте. И я так анализировал, думаю, вот эти оппозиции, ведь очень много больных людей, которые рвутся к власти, чтобы обогатиться, а не для того, чтобы изменить что-то к лучшему, просто прорваться к власти, чтобы деньги перенаправить в свой карман и все. Вот, мне кажется, все-таки наша страна нуждается немножко, даже я бы сказал, в более жесткой диктатуре, как Беларусь, предположим. Потому что Лукашенко, он там более жесткий, да, там такой порядок. Я всегда езжу в Беларусь, восхищаюсь Минском, чистотой. Да, люди побаиваются, но люди должны побаиваться. А как еще? Вот этой вседозволенности, говорю, что хочу, от балды, оскорбляю вас там, да, этого не должно быть, я считаю. Вот, и все же, когда говорят, вот, там Путин такой-сякой, вот это, 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 я говорю, ну, там, особенно, когда обвиняют в каких-то там... Ну, я всегда выгораживаю, потому что я считаю, что, ну, как, это и так все принадлежит ему. Ну, вся страна, и я считаю, что он, он просто сейчас хочет навести порядок, старается, но ведь он не один. Здесь в этой системе огромное количество людей, предателей, очень много лживых людей, которые втерлись в доверие. Вот, ну, в общем, сама оппозиция, если возвращаться, она, у нас ее нету, мне кажется, адекватной. Нету личности, я не вижу личности ни одной, не вижу ни одного политика, который мог бы быть достойным Путина или там, во всяком случае, хотя бы близко стоять с ним. У нас одни сумасшедшие, безграмотные, двух слов связать не могут, не знающие, чего им нужно, националисты еще есть. Это страшно на сегодняшний день для России, национализм. Он может разрушить вообще всю государственность у нас. Вот, патриотизм должен быть, то, что всех объединяет, а национализм он разрушает. Ну, я просто про то, что оппозиции, мне кажется, ее нету, и мне она не нужна, например. Мне не нужны вот эти вот площади, я не хочу, я хочу жить спокойно им в государстве, где пусть там есть элемент диктатуры, но я бы даже ужесточил бы эту диктатуру, потому что у нас такой народ, его надо вот так держать, потому что все распускаются. У нас не умеют себя вести люди, вы посмотрите, в метро как себя ведут. И вы хотите сказать, да дай народу волю, они перебьют друг друга.